Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели! Тема сегодняшнего урока недельная глава Насо. Если вы живете в Израиле, вы читали на прошлую субботу, если вы живете в диаспоре, вы и мы будем читать ее на следующую субботу. В любом случае, это одна из длинных глав Торы, самая длинная глава Торы. И кроме того, что она самая длинная, она очень насыщенная. Поэтому, собственно говоря, как и любой урок, тяжело выбрать, на чем остановиться, что более осветить. И мне кажется, что есть интересная идея, которая, на самом деле, просматривается через всю эту главу, которая, на первый взгляд, не бросается в глаза. И я хотел бы ее назвать, как люди могут допускать ошибки и как они могут их исправлять. Когда я говорю ошибки, это не обязательно подразумевается ошибкой, чаще это подразумевается как грех. Просто слово грех, простому человеку, когда он слышит слово грех, он начинает сразу переживать, это что-то такое нехорошее, духовное. Религия – это опыт для народа. И поэтому людям не нравится это слово. К тому же, никто не хочет быть грешником. Даже люди, которые далеки от всего этого. Но слово грешник – все-таки слово нерелигиозное и атеист звучит значительно лучше и проще, чем грешник. Поэтому давайте будем называть это слово ошибкой. И люди иногда в жизни допускают ошибки. Уже царь Соломон сказал, что не может быть человек, который живет в этом мире и он безгрешен. Без ошибок переводим. Поэтому каждый человек, когда он допускает ошибку, должен быть какой-то алгоритм, должна какая-то быть система, как эту ошибку исправить. Мы говорим про большие ошибки, мы не говорим про более-таки мелкие ошибки. Хотя мелкие тоже надо исправлять. И если мы посмотрим в нашей отдельной главе, несколько раз в совершенно разных моментах, в совсем разных частях этой главы мы видим эту идею. И начнем с, если вы посмотрите, это пятая часть. Приводится небольшой абзац, который на первый взгляд вообще можно так быстро прочитать, не обратить даже на него внимание. И Господь говорил Моиша, говорили с нам, если мужчина или женщина сделали какой-либо из грехов против человека, совершая преступление. И Тора, как иначе часто, не объясняет в подробностях, о каком преступлении это говорится. Можно сказать, что это какое-то большое преступление. На самом деле это говорится о ком-то, кто поклялся, он украл у кого-то деньги, он отрицает это. И более того, он еще и поклялся. И Тора говорит, что теперь, когда он уже раскается, он должен, как первую очередь, конечно, вернуть, он должен вернуть денег, которые он должен. Тора его наказывает, как бы дает ему штраф, он должен заплатить пятую часть этих денег. Я хочу сразу, кстати, обратить внимание, интересно, если вы посмотрите, Рамба, Рамба говорит, что это не пятая часть тех денег, которых он отрицал и украл, а это пятая часть после того, как он заплатит. То есть мы бы это назвали, с нашей точки зрения, четвертую часть. То есть если он, например, украл 100 рублей, он должен будет заплатить 125, потому что со 125, 25 это пятая часть. То есть это называется, в языке Тора пятая часть. В любом случае он платит штраф, и он должен приносить, он приносит уже это приношение. И Раши обращает внимание внимательного читателя, что вся эта глава уже была на самом деле в Торе написана, уже в Хумышево-Икро, практически вся эта история, это Ваикро, пятая часть Хумышево-Икро, уже вся эта часть Торы была упомянута. И Раши говорит, зачем Тора повторяет, хотя мы часто встречаем в Торе повторения, но каждый раз, когда что-то повторяется, значит Тора нам что-то хочет чему-то новому научить. И Раши говорит, что эта глава была повторена ради двух новых законов. Первый закон, это что человек, даже если мы 100% знаем, что он согрешил, мы уже знаем, что он украл эти деньги. Пришли два свидетеля. Приходят два свидетеля в суд, и они заследили, что да, действительно, это все было ложь, он хоть и хоть и поклялся, пришли два человека и сказали, да, у него эти деньги. Все равно он не будет приносить это приношение, и не будет платить этот штраф, пока он не скажет «Видуй». «Видуй» – это он должен признаться в своей вине, и он должен сказать, что да, я грешил, он должен попросить прощения перед Богом и перед своим товарищем. Это тот «Видуй», кстати, это то слово «Видуй», которым мы говорим в Йем-Кипуре, если вы помните, не так давно в Йем-Кипуре евреи снегогах, мы вьем себя в грудь. Этот «Видуй», кстати, он учится именно из этого маленького отрыва, который, вот эта заповедь «Видуй», вот эта заповедь, когда мы произносим свои грехи и просим всевышнего прощения, она вот именно здесь приводится. Интересно, почему именно здесь, мы к ним нужно будем вернуться. И второй закон говорит, раньше отсюда мы учим, что если некому возвращать эти деньги, как такая может быть ситуация, человек, у которого эти деньги были украдены, он умер, и у него нету никаких родственников. Как такая может быть ситуация, у всех какой-то есть двоюродный брат, ten your own брат, мы говорим о пришельце, мы говорим о герцедок, который пришелец, он пришел, у него, значит, у него нету никаких родственников, и он умирает без родственников. Куда же теперь эти деньги давать? антара говорит надо дать священникам мы говорим даем это камень этот штраф мы вместо того чтобы давать никому давать нужно в могиле выдаем и так они как говорит раша вот эти два момента на сторозе случится вроде бы не такой небольшой абзац как каждый за 100 конечно очень важен но особого внимания простого читателя обычного кабы не заденет больше панчатин говорит очень интересные законы и уроки которые основаны на этом абзаце который нас хочет научить что первую очередь если человек хочет действительно раскается и ошибки свои исправить это он должен осознать что была ошибка первую очередь говорит рамойша даже то есть мы говорим о ком мы говорим человек это на самом деле он готов даже заплатить штраф пришли свидетели говорят что вот вы должны деньги или больше говорит смотрите он же вроде бы все пусть он идет платит штраф и приносишь это принесение нам торт на сторо лучше здесь пока он не скажет виду пока он не скажет да я грешен да я действительно понимаю я осознаю свои ошибки вся эта система не начинает работать спать и думаешь и почему мы видим что первый шаг искупления и прощение и понять что ты что-то съел что-то согрешил то есть ошибка должна быть осознанно если человек все равно думаю ничего страшно самом деле он не все равно был должен был деньги друг из чего-то другого и на самом деле ашем простит и так далее тогда вся этот процесс чего на самом деле как бы не начинается и поэтому на сторо лучше что виду и кстати мы учим все наши законы из виду и это как бы основная часть на из основных частей раскаяния и часто люди просто когда они не понимают что что произошло они не могут понять если ничего плохого не произошло чем не рассказывать о чем мне кажется вспоминается была такая шутка советских времен когда маленький ребенок спросил свою бабушку бабушка какая разница между беда и катастрофа караса беда катастрофа бабушка сказал смотри я судя например мячик вылетел на дорогу машина переехала мячик лопну так это конечно беда но тоже не катастрофа представь себе летел самолет и там все советское правительство летела и самолет разбился как это не беда это катастрофа слова не беда катастрофа люди по-разному осознают они не беда что что я сделал ничего особенно когда дело касается денег к сожалению особенно когда это касается чужих денег сожалению люди на эти вещи смотрят не так страшно даже люди которые более серьезно относятся к другим грехам другим ошибкам люди когда доходит до денег особенно когда нечеткое воровство очень часто бывает ситуация когда может быть я бы прям таки не воровал но знаете он не додать не договорить там округлить есть такие выражения и человек не осознает что все что-то плохое сделал поэтому конечно даже когда при этом кипу и следующем гибор вы никогда не исправит эту ошибку и думали для мыши первую очередь тора нас учат что человек опять-таки вы говорим человек который хочет на самом деле справиться он даже не против заплатить штраф вместо не не до конца понимает зачем этот штраф платит так его искупление не полноценный я хочу упомянуть что наши мудрецы с другой стороны говорят что конечно любое раскание даже маленькое даже не полноценное это тоже хороший шаг если человек не до конца понимает свою вину человек не до конца понимает что что-то сделал плохое но хоть что-то он делает он хотя бы сказал извините тоже уже это уже первый шаг да но надо понять действительно осознать что действительно произошло и второй закон кстати который тоже мы это учим я упомянул это что делать если деньги некому давать то кстати рыбой что тоже подчеркивает смотрите и человек который не осознал грех он даже готов был деньги заплатить на самом деле он сказать я не знаю я да прав я не про выговорить что я не прав хорошо я спорить не буду я готов заплатить куда выписывать чек так позже и вы значит вы согласились чтобы нет я ничего не согласился но я не хочу ссориться давать я пишу чек я больше говоришь и даже ухара чат должен заплатить хочет заплатить этого недостаточно потому что вы что некоторые люди они иногда когда ошиблись давайте скажем там и согрешили так они хотят дай вздоху к порос построить что-то они понимают что плохое произошло и они готовы нам заплатить и так далее но они не готовы осознать что произошло на самом деле они не готовы измениться всегда лечит я не говорю что легко но очень часто легче выписать чек особенно если это кредитная карточка еще легче провести кредитной карточкой не говорю что это легко конечно нелегко но это легче чем извиниться перед кем-то действительно легче послать кому-то email написать вот так ты так вот вот кредитная карточка бери сколько тебе должен чем сказать извини я был неправ эти деньги действительно принадлежат тебе эти слова это действительно сложнее говорит ремонт интересно тора нас учит что даже когда человек готов уже заплатить первую очередь чтобы из полностью искупить и стереть свой грех надо осознать что был грех и теперь еще раз возвращаемся к закону куда же теперь платить пока мы уже говорим человек осознал свой грех он уже хочет справиться полностью хочет заплатить вернуть эти деньги и готов даже добавить эту пятую часть но к сожалению он говорит куда выписать чек на храм то есть священник интересно почему именно вот в этом моменте тора нас учат все эти законы помять есть много в торе приводятся разные ошибки и грехи нашей главе будут приводиться другие у нас есть 365 запретов где-то тора должна нас была научить что если человек кается надо сказать перед всевышним как бы извиниться перед всевышними есть сказать этот виду почему ты меня здесь тора нас этому учит так одно из объяснений замечательное объяснение видео книжка называется руга собой сам он говорит что кто-то пришелец я скажу что пришелец его приводится когер пришелец очень часто подразумевается не тот пришелец которого мы обычно называем а человеческая душа которая пришла в этот мир на самом деле на тут гость мишнаперки а вот говорит что весь этот мир похож на коридор когда мы куда-то идем все процессы и получается душа кто приходит мир проездом мы конечно надеемся в этом мире чтобы наш проезд занял очень таки долго и прекрасно и замечательно но в конечном итоге все мы здесь проездом все мы здесь гости и лель великий мудрец талмуда или он написано он говорил людям иногда я иду что-то хорошее сделать своему гостю и от своему гостю к своему гостю что-то приятное ему сделать и его спасение каждые какие-то гости так он сказал показалось что он имел ввиду свою душу когда он делал например учиться учился и так далее душа это как бы гость на этом мире тело наше но ближе все-таки это умеет такое физическое и мы поэтому чувствуете тело в этом мире как рыба в воде чувствует себя и все замечательно а душа немножко на к это знаете надо не вормия не в тему такая гость в первую очередь гость в этом мире это наша душа интересно взор люди очень любят цитировать взор то каббала взор приводится когда там тора рассказывает о кто-то отец продал свою дочь в рабство мы говорим про еврейскую рабыню и покупатель берет эту дочку в себе как бы в жены то есть он им берет не просто как рабыня он ее на ней женится там написано что он должен ее с ней обращаться как полноценная жена если он должен кормить одевать это тоже написано в торе паша взор говорит это тоже намек на нашу душу что если ты как бы свою дочь дочь наша душа если ты куда-то свою душу завел огни из не забирание и поесть и попить то что для души надо то есть пища для души это духовное то что по-русски называется духовная пища кто-то торт тороносочек не забирай у своей души которая рабыня в этом мире она твоя рабыня душа потому что она тебя зависит не забирая нее духовную пищу поэтому возвращаемся нашу дельную главу нам тоже говорит что иногда человек украл деньги у пришельца кто пришелец пришелец это наша душа очень часто люди которые грешат которые ошибаются грешат дело что-то нехорошее они думают они того обманули то этого обманули всевышний конечно сразу отвернулся наверно первую очередь я когда вам что-то нарушает сейчас первую очередь нарушает бору это самого себя первый кто теряет во всем этом это он сам это его пришелец его кирсады поэтому именно здесь сторона намекает нам попроси прощения у кого просить его уже нету это твой пришелец твоя душа и тут торона намекает что любой грех первую очередь ты ворудишь саму себя интересно что на святом языке есть разные слова есть разные виды грех которые специально есть где грех который нечаянно по ошибке есть разные слова которая самыми распространенные слова это хит есть обрали с хатаим как так на самом деле дословный период хатаим это что-то когда нехватка если посмотрите первой главе книжки царей молодым когда большого пришла к давиду она ему сказала что если царь соломон не будет следующим царем потому что его брат там посмотрите там была целая история когда данио хочет стать царем и приходит бетшева к давиду и говорить что же будет если саш давид ничего не сделает так я и шлой мы будем хатаим что же котаим я видел простом переводе на переводится что я и мой сын с шлой мы будем как грешники мы будем грешны сам действие посмотрите комментарии мышцы комментарии гашни не будут грешниками они потеряют слово потеряют на святом языке это хатаим хат это однокоренное слово и грех и потеря потому что в первую очередь когда человек делает хат он теряет и он лично сам теряет поэтому очень люди не понимают где они потеряют что они потеряли представьте себе простой простая история поставить себе едет человек на такой очень такой хорошей красивой машине только чтобы помыл эту машину вот он едет и он едет и к сожалению печально он не соблюдать субботу на что не едет на машине в субботу и у данные и на его еврейское счастье хотим не соблюдать субботу все-таки еврей и сейчас у него еврейская извиняюсь за выражение птичка пролетела и ему все это вот стекло который только что вымыл на его за бачку и пришло там затормозить он такой расстроенный и давайте со стороны смотря как посмотреть эту историю человек который просто человек который не знает он далек от всего он видит парня жалко такая красивая машина грязно человек который понимает что происходит что такое суббота что такое нарушение суббота не дай бог у них совсем другую историю понимаете то есть в одной и той же истории человек думает что он теряет он с одной стороны думаешь что он потерял здесь на самом деле терять всем другом и человек никогда не знаю где у тебя что он теряет если он будет осознанно следить за своей жизнью и пытаться обычно тоже интересно как то как то как куда мне знать столько всего интересного рассказали на человек откуда же нам знать я не знаю я и меня в детстве не учили и так далее обычно особенно в наше время технического прогресса любой или который хочет узнать из очень много доступных мест и и и как узнаете где узнать и как исправить и именно здесь еще раз сторону нас очень еще развить два вот этих законов первую очередь что человек должен осознать свою ошибку он должен не не думать что можно просто отплатиться и именно здесь человек должен когда понимать что он первую очередь ворует когда он что-то не то делает он ворует у самого себя была такая шутка когда два него с не особо умных водителя в разных странах есть разные анекдоты про разных разных национальностях поэтому я не я во первых я не хочу ни про кого анекдоты рассказывать на зависимости от страны рассказывают разные анекдоты и едут два вот таких водителя там спереди мост и когда шоссе проходит под мостом очень часто на мост там вешает объявление какая высота моста там например или в метрах или футах чтобы если вы едете на грузовике чтобы вы знали высота моста чтобы вы узнали или ваш грузовик может поместиться или нет таких мостах и и вот они едут один другом что написано что-то куда же мы едем мы посты по посты вокруг или полиция не смотрит да так люди люди думаю да поставь вокруг что полиция не заметил что они через под этим основном будут ехать надо не полицию бояться а бояться что вы сами себе разобьете грузовик и это нашу наш недельный главе намек вторе дальше продолжается недельная глава и здесь два отрывка не на более знаменитый чем предыдущий отрывок первый отрывок это женщина которая подразуме подозревает муж в измене на иврите она называется сойта ее муж подозревает в измене причем там четкие законы муж и сначала должен сделать предупреждение чтобы она не уединялась с потенциальным любовником если вдруг они уединились тогда он должен вести ее храм и там еды специальную воду выпить если она ничего плохого не сделала все ничего не происходит наоборот на получают благословение если к сожалению она согрешила она умирает в храм это недельная глава час про сойту и сразу после этого приводится главе он назарею назир назарей человек который на себя берет специальный обед он не пьет вино он не ходит на кладбище он не стрижет волос то есть он как бы более святой есть нас среди евреев к ним которые у них больше запретов а здесь он как бы сам себе сделал более высокий как бы иудаизм с плюсом кроме того что он просто имеется соблюдать пребудет назаре здесь тоже садим надо посмотреть тор нас учит что может произойти с кем-то и как это избежать и как-то исправить наши мудрецы талмуде есть целый трактат те кто учат трактаты талмуда сейчас краса недавно его закончены так называются трактат сойта который рассказывает о этих законах и сам начать в трактата шло кеш говорит почему сойта вот это слово на самом деле есть игра слов сойта пишется на иврите не через самых а через шин на самом деле если в торе кисисты хотя к трактат обычно пишется через самых но в сторе слово кисисты пишется через сын то есть на кабы сойта шойта и решло кеш говорит почему тора называет ее шойта сойта знаете особенно если люди которые с эффектами фикции да им тяжело произносить букву ше то почему же тора называет ее шойта шойта многие за знаешь что это глупец так и шло кеш говорит что человек еврей не грешит разве что если в него вошел глупости дух там такое слово руах что словно перевести на русский язык это дух глупости из него как бы зашла это глупость потом что грешит поэтому это девушка женщина она согрешила потому что наверно шойта наверно на глупая так говорит и шло и штаговид на шагимов приходит хайм шмулевич был решила в мир просто просто почему так слушать если вы мне говорите что человек который грешит он дурак может на него когда на него что-то нашло бывает такое начало что то нашло это может быть приступ приступ злости приступ это глупости и он согрешит отчет чего его наказывать иронии особо именно здесь история написанной как эту женщину бокс как бы сам бог она достоилась ее сам бог наказал да напьет и прямо в храме написано что она нескоропостижно умирала чтобы ее могли успеть вынести то есть они видели как только напьет виден видно было что они там глаза начинают вылазить это самое видно что сейчас на вот и быстро выносили из хам чтобы не затумить чтобы не испортиться и приводится приводится что вот она шо это она глупая и чужие наказали критер хайм шмулевич очень интересный момент писать из себя человек подошел к краю большой ямы что произошло и вдруг поверь подул сильный ветер его сдуло и он пол я так на самом деле он туда упал потому что сильный ветер дул но он он виноват потому что то что я просил подойти к этой яме то есть гайдер хайм шумлевич что человек да в конечном итоге каждый грех в самом конечном итоге до на него нашло но виноват человек не за сам грех а виноват очень часто человек за то что привело его к этому греху что его привело к этой ошибке да понимаете человек сел за руль выпивший и потом он там врезался куда-то что-то нанесущие за то что он нанес ущерб на самом деле он был пьяный даже по законам тора человек который очень пьяный с него нету спроса а мне сразу законы какой насколько он должен быть пьяный не тема моего урока но если придраться да слушайте он чтобы распьянуться хотите он ничего не соображает на его в тюрьму посадят не за то что он был во время аварии пьяна за то что он выпил и сел за руль точно так же грешник да на него нашел дух ветер глупости но не надо было упускать дух если человек согрешил особенно мы говорим про то что написано про женщина которая так согрешила так это не с бухты барахта обычно есть разные истории значит они просто не знаете из бухты барахта на все знать такая была цедейкис на только себе зинтой лим говорила и друг не струнести об и такой страшный грех обычно это не то что происходит конечно никто не застрахован никто не знает обычно это была целая все остальное заняло время сначала то он сначала это потом она она его увидела не будем не будем на это тратить время но обычно это занимает несколько дней этой больше потихоньку 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 и потом они согрешены это то что тора нас учат что до человек он не безгрешен потому что лука с которым что что кто его знает что может случиться и человек должен и обязан себя оградить от греха поэтому между прочим если знает простая структура иудаизма мы знаем что у нас есть законы торы которые тоже немало если посмотрим шелха на рук большинство шелха на руках большинство запретов на самом деле это мудрецы постановили чем интересно есть сферы где очень много запретов мудрецов несколько почему-то не пас меньше вверх субботы суббота очень много запретами мы знаем запрета мукса запреты кстати насчет то что в нашей недельной главе написано тоже сайте вот эти запреты между мужчинами и женщинами есть законы торы само собой разумеется и запретные связи именно по законам торы есть очень много запретов кстати многие из них да потом просто мы не недооцениваем никогда действительно там уж больше мудрецы здесь законы как мужчины и женщины если они даже могут быть в одном помещении они не могут быть ни за одному мужчине оставаться наедине с женщиной это кстати по торе большинство считают все кто был когда-либо на еврейской религиозной свадьбе все знают что конечно мужчины и женщины по разной стороны забора есть очень аккуратность даже так не 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 подходить не не заходить не все эти запреты некоторые из них кстати по торе некоторые это мудрецы чтобы предотвратить что-то очень плохое и очень страшно если вы знаете из за последние 10 лет 20 лет сколько в мире произошло знаменитых неприятных историй с большими людьми и не хочется перечислять их в этом уроке и связаны с этими ошибками скажем так и если человек живет по законам торы и соблюдать эти законы он будет предотвращен и будет отдален этих законов от этих грехов теперь человек не может сказать это конечно хорошо я себя знаю я лучше всего я выше всего этого что вы думаете какого вы меня считаете на то это и тор даже сейчас можно чек прав то есть все может быть есть такие святые люди которые выше всего этого человек не имеет права сказать что я лучше и и выше он должен все это соблюдать надо наоборот вместо того чтобы иногда люди немножко недовольны ну вот то нельзя это не для почему со своей женой и слушайте весь я со своей женой не могу рядом сидеть даже моя жена даже со своей женой не разрешают сидеть рядом на свадьбе надо не вместо того чтобы обижаться на эти законы надо радоваться и благодарить всевышнего за то что он дал дал на эту тору и дал дал нам мудрецов которые нам еще помогли когда человек отделен от всяких глупостей и от этого духа и ветра чтобы не упасть не дай бог я после этого момента про сайте я уже упомянул нас написано про назарея и наши мудрецы если не ошибаюсь я даже на прошлом уроке на прошлых уроках это когда-то упоминал нас учат что если человек увидел почему-то торе написано одно за другим человек был храме и он увидел что с этой сайте произошло для чего человек может докатиться и как эта женщина опустилась кстати хочу упомянуть когда это что происходило храм то есть она выпила вот этот волшебный есть так можно сказать напиток и кроме того что она погибала ее любовник где бы он не находился с ним происходило то же самое и это работало кстати называйте это чудо называйте это как хотите но в торе это приводится кстати одно из доказательств вы хотите сказать что торе действительно от бога во времена храма люди это могли видеть это было только во времена храма потому что для для вся эта процедура нужен храм на храма люди реально могли видеть что происходит с грешником поэтому легче было соблюдать все это мы к сожалению всего этого далеки и вам случае человек который все это видел он не что произошло с этой женщины на чего она опустилась он должен что-то сделать чтобы ну что-то с собой сделать поэтому должен подняться на более высокий уровень и отдалиться от вина ну что нашему листуга что вино это то что в конечном итоге приводит иногда к этим глупостям поэтому человек отделяется от вина больше пайнштейн задает вопрос на самом деле даже не вино виновата если вы знаете в иудаизме мы вино пьем мы вино мы делаем кедуш мы делаем абдолу утром делаем кедуш вечером делаем кедуш без спору тоже говорит попробуем есть митство праздники все праздники есть митство именно пить вино именно радоваться можно говорить что эйн сэмха лаба басар в я нету радости только вином и мясом пить вино а здесь почему-то все вино приводит к этому говорит работаешь это не только вино это святость в этом на заре и у меня просто он вино не пьет он становится он другой человек он отделяется от вина он отделяется от мертвецов он не стрижет волосы он становится другой другой человек это святость так вот святость да святость действительно отдалить его от греха этот человек должен работать еще один подход еще один рецепт счастья из так можно сказать рецепт это чем должен понимать кто он такой и подниматься и не опускаться человек должен работать над своей святостью кстати у нас уже задели этот разговор многие задают вопрос так что теперь этот назир который стал назир что же у тебя будет с кидушем как же же он еврей который не пьет вино так кстати это вопрос один из комментариев до талмуд пишет что это исключение назир он хотят вино не пьет но клюш сможет сделать потому что танец вам большинство с этим спорят во первых и душ на вино делать и токомудрецы постановили большинство считают что хилю должна делать субботни это паторе но вот именно на вино о токомудрецы постановили поэтому законный мудрецов не могут заставить над зиро пить вино и говорят что он таки дал он не может быть но что он будет делать очень просто он или попросит кто-то чтобы вы вывел скидушу или это самое вечер можно делать и душ на хлеб это просто между прочим кстати в наше время никто не принимает это назире потому что не вздумайте потому что кто-то захочет стать святым потому что у нас к сожалению нету храма чтобы правильно сделать это назарейство человеком принимает он 30 дней стандартный сандартный знаете как там есть стандартная диета так тут на 30 дней на 30 дней обычно это принималось 30 дней человек вот это работа над своей святостью и потом он должен принести три же это приношение в храм если он этого не сделает просто не может перестать всю эту систему то есть он не будет работать поэтому в наше время ни в коем случае никто не должен принимать назарейство более того большой вопрос если кто-то хочет просто даже поститься просто на себя какие-то хочется взять обеды какие-то запреты это не так просто это надо желательно об этом совмещать совмещаться потому что наши мудрецы говорят что тору называет этого назарея все-таки грешников поэтому наше время не надо бросаться в крайности но над святостью работать надо человек должен до понимать кто он такой почему его пришелец его душа которая святая пришла в этот мир и человек должен работать над святостью и отдалять себя от любого греха поэтому он таким образом он будет далек от всяких глупостей дальше мы продолжаем эту идею в нашей недельной главе к концу недельной главы повторяется 12 раз одна из причин почему она такая длинная недельная глава главы колен неси им некоторые называют его как князь колена но они приносят же это приношение в мешкане это одна из самых длинных частей тора там если посмотреть это 89 89 посука в этой части торта и заниматься самая длинная часть тора там 12 частей каждый из князей каждого колена приносишь это приношение причем на удивление они идеально точно идентичные то есть 12 раз тора повторяет одно и тоже очень многие комментарии говорят как такое может быть ведь торе каждая буква каждая не только буква каждая часть буквы на весь золото есть разные объяснения в любом случае тора приводит 12 раз повторяется как они принесли эти же это приношение так одно из объяснений что здесь происходит это что миссии им такие главы колен они на самом деле ошиблись за несколько месяцев до этого когда этот мешкан только начинали строить его там получается так и вот начали строить сразу после емкипура в емкипур евреи получили вторые скрижали им сказать будем строить строить мешкан они его строили до хануки и открыли его там открытие великое открытие мешкана было первый день не сам и перед нас одними станут это что они приносили это же это приношение когда мешкан строили больше рабей ну сказал я пусть каждый даст кто сколько может и евреи принесли не как-то золото серебро это недельные главы трума это цавы и не си им там приводится принесли драгоценные камни для одежды коинга доля там было 12 драгоценных камней они были величиной примерно с мизинец он же называлась хочет у него был на скаме это каждый из миссии им принес эти камни откуда они кстати у них были написано что те облака которые приносить приходили в него пролетались так можно сказать в пустыне они принесли и вот эти драгоценные камни почему вдруг они принесли эти камни так раши и другие мидрашин приводят на самом деле они сказали слушайте мы готовы заплатить и все что надо пусть сначала народ принесет то сколько может а мы в этом мы покроем все за остальные затраты они недооценили евреи все принесли и поэтому когда написано не си им тогда когда приводится что не си им принесли эти камни там не хватает буквы ют слова не си им это и обычно в святом языке опишется через букву ют там это буква ют пропущена можно это понять без буквы ют она немножко похоже на слово облако то что я сказал наше приводит что буквы и пропущена показать что они немножко согрешили я специально говорю немножко потому что самом деле ничего плохого не вроде бы не сделано раша говорит все-таки одну буковку забрали интересно что это самая маленькая буквой самая маленькая буква вес калфавита буква ют чуть-чуть 12 человек на 12 человек одну муку кони потеряли но они немножко все-таки согрешили они были неправы раньше они осознали свою ошибку когда всевышний сказал открывать мешкам они в первым в первых рядах они прибежали сказать мы хотим принести же это приношение они не могли все вместе принести в один день там всевышний ска в каком порядке они должны это приносить бы каждый день принесет другой князь но они были первыми то принесли же это приношение в мешканец они осознали свою ошибку еще один урок нашей генной главы когда уже человек ошибся должен от человека ошибся когда нужно было на тебе что-то сделал просто сидеть плакать и на очередь теперь будет как и кого я грешник какой я грешник какой я грешник как не стыдно то что мы начали говорить да он уже сказал он тебе на что это делать потому что ему стыдно это первый шаг замечательно и тут они они исправили и они в первом тебе пришли и они тебе принесли эти же это приношение и очень интересно что тору друг ни с того ни с сего не жалеет чернила я уже сказал восемьдесят девять поскольку это просто интересно когда они согрешили у них забрали одну маленькую буковку ю это символическое наказание когда они исправили тора написала сколько много чего тора написал тора нас по моему хочет научить кроме всех других объяснений всех других уроков кто хочет сказать что когда человек да исправил свою ошибку как человек всевышний так можно сказать примет это из исправку это что он исправит и тут уже тора наоборот показать какой радостью всевышний это все пишет и рассказывает и все еще не должен чувствовать вот такой грешный кому меня нужно моё раскаяние то далее наоборот насколько тора по много-много раз больше делила внимание когда что-то доделать тебя я хочу добавить что иногда интересно что тот человек который делает это исправлению наоборот может быть для для всевышнего может быть и всегда для всевышнего это может быть даже более дорого чем простой еврей простой я когда старше соблюдал все замечательно тоже каждая мицу это велика но человек который не соблюдал который не знал когда что-то дался и теперь он исправился возможно точно как наши Несиим, наши Несиим, они исправили свои ошибки, и поэтому одна из причин, что Тора действительно хочет показать, что после года Чердай исправил, Тора не жалеет чернил. То есть в нашей индейной главе, хочется еще повторить, там есть другие тоже части, это не значит, что я, конечно, все части этой индейной главы упомяну, есть другие части, но вот эта идея несколько раз повторяется. Первое, это когда в начальной индейной главе приводится о грешнике, который уже раскаялся, и который должен заплатить украденные деньги, и штраф Тора говорит, что он должен сознаться, что он действительно согрешил. Даже если он не против заплатить, но он должен сказать ведуй, он должен таки сказать, что он согрешил, он должен понять, что произошло. Именно здесь Тора нам приводит о пришельце, показать, что в первую очередь мы воруем иногда, когда мы грешим, хатаим, это, к сожалению, мы делаем самим себе. Не смотря на то, что Тора говорит, что, чтобы согрешить, надо быть полным шойтой, полным глупцом, но мы отвечаем за свои поступки, может быть, не столько, сколько за сам грех, но то, что привело к этому греху, к этой ошибке. Человек должен работать над своей святостью, чтобы вот таки не прийти вот этот назир, когда он убил, до чего эта женщина может опуститься, должен работать не только просто не пить вино, он должен полностью работать над своей святостью. И в конце Тора нас учат, что да, когда человек, да, ошибся, да, он согрешил, да, он что-то не то сделал, но потом он, то, что называется, возьмет себя в руки, и он исправит все, что надо было исправить, тогда Всевышний, конечно, примет его раскаяние. И наоборот, Тора пишет очень много о этом, и я надеюсь, что то, что я хочу закончить наш урок, то, что в нашей недельной главе написано, это Беркат Кааним, это благословение коинов, что Всевышний, те, кто живут в Израиле, они делают это каждый день, те, кто в диаспоре, это только по праздникам, написано, что нашему лицу говорят, что Всевышний очень хочет благословить свой народ, и то, что написано в Беркат Кааним, я желаю, что всем слушателям и зрителям всех благ, всех благословений, и до встречи в эфире, всего хорошего.